47 округ Славянск и два района Славянский и Александровский уже давно стали точкой притяжения для политических тяжеловесов. В 2012 году при президенте Януковича здесь победил сын премьер-министра Николая Азарова. Сейчас за кресло в новом парламенте борются 19 кандидатов-мажоритарщиков. Среди самых узнаваемых кандидатов действующий народный депутат Олег Недава. В 2014 году он прошел в Раду по 53 округу Янакиева. Сейчас по всему Славянску размещены его билборды, открыты несколько приемных. Так он поддерживает свой позитивный имидж, проводит детские конкурсы и предлагает подписать так называемое партнерское соглашение с избирателями. Известный трюк кандидатов на любых выборах – имитация договора. Совсем недавно СМИ называли его смотрящим президента Порошенко по Донецкой области. Будучи нардепом от БПП, он в доверительных отношениях с ближайшим окружением экс-президента. Успокойтесь! Одновременно на протяжении нескольких лет Недава развивает в области партию «Наш край», которая считается проектом банковой, когда офис президента занимал Петр Порошенко. Другие называют его ставленником регионалов. В начале июня после поражения его босса Порошенко Олег Недава из фракции БПП вышел и идет на выборы самовыдвиженцем. Возвращение оккупированных территорий он видит так. Провести выборы в областной совет по всей территории Донбасса. Да, это должно находиться под контролем миротворцев или под контролем АБСЕ. Безусловно, для этого нужно установить мир, чтобы не стреляли. То есть все шаги нужно сделать. Конкурент Недавы в округе – молчаливый Юрий Солод. Его повсюду представляет супруга, нардеп Наталья Королевская. Я горжусь. Горжусь, что сегодня в нашей команде есть Юрий Солод. Оба они – члены партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Пиар-компанией Солода занимается одиозная Неля Штепа. Экс-мэр Савянска уже пять лет судит за посягательство на территориальную целостность Украины. Судебное заседание все время переносит по причине плохого состояния здоровья подсудимой. Она же в это время активно проводит встречи с избирателями, агитируя за Солода, где чувствует себя хорошо. И мой убийство на седьмой округ все единогласно сказали, что будем голосовать за человека, который действительно любит город Савянска. За Юрия Васильевича Солода. Добиться встречи с самим Солодом не удалось. Он скрывается от журналистов. Риторика партии «Оппозиционная платформа за жизнь» не меняется. Их основные тезисы «Восстановим дружбу с Россией, мир любой ценой, на Донбассе гражданская война». А за надпись на этом борде на Солода даже подал в суд один из кандидатов-конкурентов. Глава партии Кумпрезидента России Виктор Медведчук провел переговоры с главами незаконных группировок ДНР и ЛНР в Минске. Договорились об освобождении четырех украинских пленных и будущем обмене. И все это перед выборами. Еще один кандидат с приставкой «Оппозиционный» – Вадим Лях. Несмотря на то, что он мэр Славянска, он считает себя оппозиционером, как и многие мэры современного Донбасса. Они были в оппозиции к Майдану и Петру Порошенко. В прошлый раз Лях победил под лозунгом «Любить Славянск как Неля». Потом он дружил с Натальей Королевской, с Олегом Недавой. А теперь его друзья Борис Колесников и Татьяна Бахтеева, которые не дружат с Виктором Медведчуком и Натальей Королевской. Хитросплетение партийной жизни в маленьком Славянске почти как интриги Королевского двора. Говорить откровенно, я как-то не метался влево-вправо. Была партия региона, примерно 10 лет я был членом партии региона, никакие проекты не вступал. Прошло уже 3,5 года, я член оппозиционного блока, остался с теми людьми, которые, в принципе, меня и делегировали на мэрство, которые подделывали мне поддержку. Поэтому я остался, скажем так, верен той группе, которая меня поддерживала. Несмотря на открытую вражду между бывшими однопартийцами, риторика оппозиционного блока мало отличается от оппозиционной платформы «За жизнь». Выступления против ассоциаций с ЕС и НАТО, прямые переговоры с Россией, отмена декоммунизации. Сам в антимлях возвращение неподконтрольной части Донбасса видит так. В первую очередь вижу, что должна произойти экономическая блокада, реинтеграция. Однозначно я не вижу военного пути возвращения этих территорий. Ранее на Донбассе царила монополия власти. Но если на президентских выборах в 2010 году за представителя партии регионов Виктора Януковича проголосовали 90% жителей, то в 2019 году его бывшего соратника Юрия Бойко с откровенно пророссийской позицией поддержали лишь 36%. Теперь 90% здесь набирает Владимир Зеленский. Такую поддержку он получил в Мариуполе в этом году. А партии, которые выступают за проевропейский вектор развития страны, совокупно собрали более 42%. На неподконтрольной территории, несмотря на пропаганду, через пять лет войны люди по-прежнему считают себя украинцами. По данным фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева, так заявили 60% жителей Донецка и Луганска, опрошенных на блокпостах. Жизнь становится лучше, лучше она не становится. Поэтому они все больше и больше все-таки думают, даже те, кто раньше был прихильником России, думают, ну а все-таки в Украине было при всем при том непогано, при нам лучше, чем мы живем тут. Такого мнения придерживается большинство жителей Донбасса. Если в начале боевых действий в 2014 году за отсоединение от Украины были 35%, то сейчас таких около 5% и те – сторонники России, а не группировок ДНР-ЛНР. Очевидно, очевидно, что люди на подконтрольных территориях, они знают, как живут люди в ДНР-ЛНР, и они туда не хотят. После того, как сепаратизм стал реальностью, эта идея, принайменно на тех территориях, которые ее контролирует Украина, она уже загинула. Вже люди этого не хотят. Жители Донбасса по обе стороны линии разграничения объединяют стремление к миру. Одинаковое количество, около половины населения готовы на мир любой ценой, но около 40% считают, что не любые компромиссы приемлемы. И лишь 23% людей считают, что предоставление ДНР-ЛНР особого статуса ускорит решение конфликта. Президентские выборы показали – люди хотят мира и перемен, но у каждого свое их понимание.